Митрополит Митрополит Не бойтесь, эти слова Христа напомнил хабаровчанам митрополит Артемий на праздник преображения Господня. Владыка возглавил службу в главном соборе края. Вместе с верующими он молитвенно вспомнил одно из ключевых событий Евангелия. В конце земного пути Господь открыл ученикам, ему предстоит пострадать за людей, умереть и в третий день воскреснуть. Чтобы утвердить апостолов в вере, Иисус возвел Петра, Иоанна, Иакова на гуру Фавор и преобразился. Лицо Христа просияло, как солнце, а одежды стали белоснежными. Когда Иисус стоял, и еще две ученика стояли на камне рядом с Иисусом, а там еще упали ученики от такого удивления. И вот ученики, не понимая в страхе, лежали, и Господь подошел к ним и сказал те слова, которые мы должны, наверное, себе всегда повторять. Он прикоснулся и сказал, не бойтесь, не бойтесь. Ибо Бог, когда даже вознесся Господь на небеса, ангел сказал, что вы смотрите, мужи израилевые. Ибо Господь, говорит, как взошел на небо, так и сойдет уже во своей славе судить живым и мертвым. И Он сказал ученикам своим, не бойтесь, малое стадо, все остаются с вами от серии и до века. И только мы сами, своими грехами, своим неверием, своей суетой, оставаясь в долине и не восходя на свой личный фавор, мы перестаем слышать эти слова Божьи. Освящается плод всевожный, охрепление воздействия, священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Верующие взяли с собой в храм фрукты. На праздник преображения Господня у православных есть традиция приносить Господу начатки, то есть первую часть урожая. В Греции это виноград, а в России ко времени торжества поспевают яблоки. Кстати, в монашеской традиции существует правило не вкушать плоды до их освящения. Кроме общей молитвы, каждый просил Бога о своем личном. Непростое сейчас положение у нашей страны, у нашего государства. И очень много ребят сейчас, они находятся на линии СЛО, в частности из-за этих парней, которые находятся там, для того, чтобы мы здесь вот так спокойно, под мирным небом могли праздновать праздник преображения. О детях, о здоровье, чтобы был мир в этом мире, чтобы все были счастливы. Это светлый праздник, который вот, ну, добро, счастье, свет. О личном преображении, что Господь был примером, ну, как во всем, да, таким образом, подобием, к которому нужно стремиться. Какими способами, милостью Божией, какими-то собственными стараниями, что, может быть, что-то не получается, но не теряя, скажем так, надежды. Торжество для Спаса Преображенского собора, престольное, в честь преображения Господня, освящен главный храм края. Приход проявил гостеприимство. После службы хабаровчан и не только ждала праздничная трапеза. У церкви были накрыты столы. Желающие смогли отведать солдатской кашей, пирожков и, конечно же, освященных яблок и арбузов. Угощение хоть и вкусное, но постное, ведь праздник выпал на Успенский пост. Закончится говение 28 августа в праздник Успения Божьей Матери. Праздник! Храм в честь веры, надежды, любви и матери Иксофия должен появиться на территории заведения для людей с нелегкой судьбой. Такое намерение выразил руководитель 2-го Хабаровского дома-интерната для престарелых. Пока же на его территории глава Приморской митрополии осветил поклонный крест. Почему святыня стала духовной опорой не только для подопечных, но и для сотрудников учреждения? Господь в третий день, пролив крови на живоносном кресте, как бы возвращает нам то древо жизни, которое было в раи. Поэтому мы сейчас, взирая на это крестное знамение и нанося его на чело, на живот, как жизнь вечную, на правую и левую сторону нашего плеча, мы осеняем себя этим живоносным крестом, воспоминая ту жертвенную любовь, которую проливил к нам Господь Иисус Христос. Люди, которые здесь проживают, у них у всех нелегкая судьба. И, конечно, помощь Бога нужна. И поэтому поклонный крест – это святыня, которая находится на территории нашего учреждения. Я так думаю, что это поможет тем, кто не пришел к Богу, прийти к Богу. Мойте силы жить дальше. Лично я, конечно, помолилась и за родных, и за себя, и за здоровье, и за свое. Никакой даже на сердце. Я даже вот сама крестовая, 20 мая меня крестили. Но как-то вот жизнь изменилась после этого, как вы… Да, лучше стало. Помощь. 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 Спасибо, Балюшка. Сюда. Где меня? Пресвятое. Помощь. На освещении нет разве только тех подопечных, кто прикован к постели. Одни пришли на своих ногах, другие приехали на инвалидных колясках. После молебна хозяева провели для митрополита экскурсию по дому-интернату. Проживает здесь более 300 человек. Кто-то совсем одинок, от кого-то отказались родственники. А кто-то стал беспомощным после аварии или другой беды. Ну, гости решили посмотреть, как вы тут живете. К вам относятся, я думаю, с любовью, с вниманием, да, что будете всегда со крестом. Помогай Бог вам. Поддержать постояльцев здесь стараются. Подопечным устраивают интересный досуг. Желающий мог для себя и вырастить овощи в теплице. Людям даже разрешили организовать на территории учреждения собачий приют. Это охотничья собака. Это смешанная ротвиллер. Однако при всем без духовной поддержки руководители говорят не обойтись. Она нужна не только подопечным, но и сотрудникам. Особенно тем, кто ухаживает за лежачими постояльцами. Сиделка медсестры. У нас нет случайных людей. Случайные люди тут не задерживаются, получается. Если отработал, да, там, все не будет. У нас люди по 30 лет работают, по 40, понятно. Это, да, сколько духовных сил они тратят своих. Где-то тоже надо восполняться. Поэтому, ну, очень довольны. Этот поклонный крест сделали своими руками сотрудники интерната. Общение с православной церковью тоже происходит по их желанию. В прошлом году на Троицу, на территории интерната, постояльцы и работники устроили даже колясочный крестный ход. Сейчас руководство строит планы. Создать здесь аллею в честь святых мучениц, веры, надежды, любви и матери их Софии. А еще построить церковь. Ведь далеко не все подопечные могут посещать хабаровские храмы. А пока старики-инвалиды не остаются без окормления. Сюда приезжает священник, служит молебны, желающих крестит, исповедует, причащает. В Хабаровске военные начали обучаться искусству колокольного звона. Занятия стали проходить на территории штаба военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Проводить их представители православной церкви попросило командование, так как недавно здесь был построен храм. Вечер среды. По пропуску на территорию штаба проходит звонок Христо-Рождественского собора. Здесь Ольгу Кудряшову ждут два ученика. Вместе обсуждают детали и проходят к звоннице. Мастер дает задание. Теперь ее взгляд прикован к каждому движению рук и ног ученика. Александр и Дмитрий являются солдатами-срочниками. Колокольному звону учатся не по приказу, а по желанию. Тут произошло как. Мы занимались уборкой территории возле храма, ну, во время стройки. И как раз Ольга настраивала звонницу. И до этого, днем, получается, она звонила на колоколах. И случилось так, что она подошла, спросила, понравились ли нам, и слышали, вот ли мы это. Мы ответили, что понравилось, а все было красиво. И поступил вопрос. Они хотели бы научиться. Вот такое предложение для вас было неожиданным? Ну да, неожиданно было. А почему решились? Просто как-то в душе, что ли, запал. Ольга Кудряшова – мастер опытный. Ее колокольный звон не только зайдет людей в храм и на службы. В течение нескольких лет хабаровчанка играет на параде победы, а также и на международном фестивале военных оркестров «Амурские волны». Музыкант помогает и монтировать звонницы. Не исключением стало и это – на территории штаба. С бойцами Ольга занимается каждую неделю. Ей нужно научить военных разным видом звона. Например, праздничному три звона. Его в литературе называют еще малиновым. Благовесту, водосвятному звону. У каждого свой смысл, в том числе и у погребального. Не зря он заканчивается радостными звуками. Звонится от маленького колокола к большому. То есть бом-бом-бом-бом-бом-бом. И вниз, да, ушли. Что означает, человек рос. То есть он был маленьким, рос. Дальше звонарь ударяет во все колокола. То есть это означает, что земная жизнь человека закончилась. И опять же звонится дальше три звон. То есть как раз таки, который мы учим с ребятами, праздничный звон во все колокола. Это означает, что началась жизнь вечная. Могу сказать, что это вообще нелегко. На взгляд кажется, что дергаешь ты за веревочки. И звенит, звучит красиво и так далее. А если вот на деле, это тяжело. Нужно собирать движения, вот как в руке один ритм. А в правой, допустим, в зазвонных колоколах. А в левой руке другой ритм. А в ноге совсем другой. Это нужно совместить, чтобы это звучало одновременно, красиво. И еще и переливалось, чтобы не было монотонности. Все через труды делается. Через терпение. Ольга занимается с бойцами в течение нескольких месяцев. Плоды есть. Утро в штабе ВВС и ПВО. Начинается с колокольного звона. А конкретно для меня Вера помогает. Помогать времени течь быстрее. А помогать настроению подниматься, когда... А погода плохая, допустим. Когда из дома узнаются какие-нибудь плохие или не очень хорошие новости, тоже помогает. А поднять настроение, поднять дух. Как радостник, когда звоню, потому что... Как Ольга сказала, потому что это молитва в звуке. Молимся. Церковь в честь иконы Богородицы Взыскания Погибших, освящена в апреле этого года, построена как храм-памятник погибшим героям, наличные средства военных и благотворителей. Стоит она на месте разрушенной в советские годы Алексеевской церкви. Здесь совершаются богослужения. Священник вместе с военными молится за усопших и за живых. Священник вместе с военными молитвами. Священник вместе с военными молитвами. Священник вместе с военными молитвами. Человек-легенда. В прошлой программе мы рассказали о герое Советского Союза Инноке Киприане. В Афганистане после взрыва мины он остался без ног. Однако встал в строй. Научился не только прыгать с парашютом, но и стал советником президента, депутатом Государственной Думы. Однако Валерий Бурков внезапно все оставил. Появился монах. Его нарекли именем раскаившегося колдуна и благословили сражаться на опасном фронте. Каком же? Клиническая смерть во время операции врачей, после ранения. Тут уж прямая встреча, кажется, со светом, который, как только говорят, в конце тоннеля. Валерий Бурков перенес три клинические смерти. Заглянул за черту. Но православная вера пришел не тогда, когда врачам удалось вернуть его в жизни. У меня были прекрасные отношения, дружеские отношения с Владыкой Мечаевым, и с Петериком Мечаевым. Это было второе лицо в церкви в 90-х годах. Он очень многое рассказал. В общем, я как-то лучше стал понимать, что есть церковь, что церковь и там есть все-таки. Но, вы знаете, и с Патриархом Алексеем Вторым я общался после этого президента. Но максимум, что мне тогда это дало, это просто доброжелательное, позитивное отношение к церкви, к организации, к ее служителям. На государственных должностях Валерий Бурков старался помогать другим. Благодаря его команде были приняты законы для людей с ограниченными возможностями. А еще ему принадлежит идея о провозглашении Международного дня инвалидов. Теперь праздник отмечается в стране ежегодно. Те, кто работает с людьми, знают, что такое. Просто к этому человек приходит рано или поздно. А почему он к этому приходит? А потому что рано или поздно ты убеждаешься, что забота о благосостоянии, о самореализации приводит к чему? Ну, в лучшем случае ни к чему хорошему, а в худшем случае полному разочарованию. Потому что без Бога, без Его заповедей, без стремления жить по Ним невозможно стать счастливыми людьми. Я даже когда крестился в 94-м году, это тоже крещение меня совсем не приблизило к Богу. Я бы сказал, даже наоборот, после этого был сложный период отдаления, скажем так, от Бога. Поэтому Богу пришли ко мне достаточно серьезные средства, чтобы меня обернуть к себе. Просто буквально взять за шкирку и сказать, образно говоря, да, Бураков, хватит заниматься, что пустое. Ты привык воевать, бьешься тут за справедливость, все, пытаешься там кому-то помощь взять, хорошо, вот тебе другой фронт, духовный, вот тебе другие люди, которым нужна духовная помощь. А карьера все шла ввысь. А вот Валерий Бурков уже кандидат в губернаторы Курганской области. Все ввело к этому, назначение на должность. По крайней мере, в администрации президента мне было прямо сказано, что у нас приоритетная кандидатура. Ну и по всем вопросам, которые проводились в области, там, как государством, так и частыми, скажем так, структурами, все ввело о том, что меня там хотят ли никуда надо. И тут раздался звонок. На том конце Валерию Человек представился экстрасенсом, участником известной программы. Оказалось, сторонники кандидата поинтересовались у людей, как говорится, с неординарными способностями к политическим будущим Буркова. Экстрасенс выросил желание увидеться. Ну, какие экстрасенсы? Это вообще о чем? И включил канал, начал смотреть это. Смотрю, наш бывший военный, военврач, такой интересный мужчина, внушающий доверие, и поговорился с неординарными способностями. Это меня впечатлило. Я думаю, надо познакомиться. Ну и познакомился в Москве с ним, начали встречаться с другими, познакомился с экстрасенсами. Они как-то в гости приезжали. Прошло так вот полгода такой дружбы. Вот, я даже на их тусовках бывал. И у вас начали летать тарелки по дому? Нет, это еще не летать тарелки не было, но мне экстрасенсы как-то сказали, что у вас скоро откроется третий канал. Я думаю, кровь, а я тоже дарами обладаю. Но Бог из вот этой для меня, в принципе, пагубной перспективы ситуации сделал совершенно другую ситуацию. В результате которой появилась православная, в прошлом мусульманка, а теперь православный человек с Ирием Иустином, а из меня появился, в конечном итоге, монах с Ирием Киплером. В один момент мне позвонила помощница экстрасенс Абдрея Валоза Таштамбековна, очень известный экстрасенс в Кыргызстане, Казахстане. Она консультировала и президентов тех стран, и не только президентов, но понятно, что и окружения. И мне случилась история, что как-то мне, она еще когда была в гостях, сказала, вы молитесь, вас Бог любит. А потом вот ее помощница позвонила и сказала, что она многодетная мать, на мужу у нее нет, умер. Кстати, это очень частая история, когда экстрасенсы почему-то внезапно умирают мужья. Но почему-то уж понятно, когда женщины без головы, и делать с ней все, что хочешь. То есть это для бесовских сил, да? Конечно, они запечатывают женщину, ничего не получается с мужчиной, она не может влюбиться, все, обезглавлено, и дальше пройти ей как хочешь. Вот это типичная история с этим экстрасенсом. Лучше в случае разводится можно. И это я опять-таки не буду слышать, потому что сейчас я работаю уже с бывшими экстрасенсами, которые пытаются выйти из подъявления генематических сил. И человек, который уже уже, тот, который этим занимался, в 60 лет просто разваливали. А те, кого, скажем, там лечил, тоже такая же разваливали. Ну, сейчас это, по крайней мере, обратный процесс. Те, кто ко мне обратился из бывших экстрасенсов, там эзотерики и так далее, вот. Они за собой потом поддают и тех, кого они в своем время и лечили, и там гадали, и так далее, и так далее. Но это люди все тяжело очень поражены. Потом ее помочь попросила молиться за ее детей и за нее, потому что там большие подключились проблемы. Из-за ее мамы. Мама была на грани смерти. Почему Валерий Бурков взялся молиться за экстрасенса? Ну, я как русский офицер, который в то время подходил к вопросу с женщин таким образом, что героя не может не подставить свое геройское печенье на этой женщине. Я поехал сюда на Старожевский монастырь, купил молитвослов, отобрал там молитвки за детей. Ну, и вообще так прошел, сел молитвослов, отобрал какие-то молитвы, которые мне понравились, и начал молиться. Ну, просто при мне произошла ситуация, когда там была просто полная паника, что кто-то там приходит, дочку хочет забрать, у меня там, в общем, на грани опять жизни и смерти. Вот. Ну, я просто действительно, как человек военный, который, ну, все-таки, я же воевал нисколько против кого-то, как сказать, но я, да, и моя жизнь все-таки была действительно с оказанием помощи людей, если я, с людьми все равно. Ну, вот я решил, раз мне надо помогать молитвой, будем пробовать, начинь молиться. Ну, я искренне хотел помочь, просто ничего более. Ну, и вот, потому что, видимо, я искренне хотел помочь, в один момент Господь мне открыл духовный мир, демонический. И у меня началась битва. Когда начали молиться за эстерсенсор, да? Ну, да. То есть начались нападки. Ну, говорят же, да, что... Ну, не просто нападки, а именно открыл, то есть, духовное зрение. То есть, я увидел, как говорится, что в духовном мире происходит. Вам стало страшно? Нет, Господь-то потому меня на это дело и поставил. Я же после Афганистана страх ненавижу. Я не могу бояться. Если меня начать пугать, я сам кого угодно запугаю. Ну, простите, такого поздно говоря, или прямо говоря, ну, от мороза, вот. Меня невозможно напугать. Я зверевел просто, если меня пугать. Ну, по крайней мере, так было раньше. Сейчас я спокойно уже. Вот. И поэтому, когда я столкнулся с демоническими силами, они на меня, я на них, и все. Мне было, простите, по барабану отморозок, и есть отморозок военный. Ну, и вот пошла такая духовная схватка, очень жесткая, очень мощная, с применением, как говорится, физической силы в мой адрес. Когда ты получаешь затрещины, самые абсолютно реальные, то есть я ощущаю действия демонов, как удары, непосредственно по своему телу. Не просто там какие-то прикосновения или еще что-то там, а просто берут и говорят, получи. Ну, вот. Ну, я уж не люблю просто полтергейстик, который тогда начался. Вот. И поэтому первое, что я... Ну, конечно, ты с этим сталкиваешься, потом отвергать. Конечно, я полгода пытался так, но если бы не со мной, так я бы и не поверил. Потому что это сложно было поверить, неужели все, а это на самом деле. Этим же многие балуют, ходят по бабушке. Понимаете, если не шутят, они это не воспринимают. Как шутят? Ты заинтересовался? Так шутят. Ну, ладно, попробуем. И говорят, хорошо, нас позвали, пошли, и приходят человек. Ну, это было на самом деле. Ну, хорошо, что у меня было тогда, я уже год как дружился, был в официальном Стражевском монастыре, отцом-то, Теременом в Муде, и когда я ему позвонил, сказал, что такое происходит, он говорит, а что у тебя? Я говорю, да я тут демонов мочу. Вот представьте, такую фразу сказать, да? Он так спокойно отреагировал, говорит, ну, ты это только себе не подпиши. Я говорю, да какой там себе, я вообще не понимаю, я здесь при чем? Ну, приезжаю. Честно скажу, я ехал, думал, сейчас он меня послушал, скажет, все. Ну, парни крэзи, пора его в психушку. Вот я сыну сделал с собой. Ну, страшно было ехать и рассказывать мне то, что происходило. А он так слушал спокойно меня. Я говорю, да, ну, ты знаешь, у меня никто еще был, мне там потолку поднимали, бросали кровать. Я так думаю, так я не понял, кто из нас психон или я? Ну, в общем, он меня успокоил, и дальше он полностью руководил моей, кажется, духовной жизнью. Объяснял, подсказывал, научал, доставлял. И потом я уже всех, кто, кого ко мне Господь приводил, вез к нему. Вот, по сути дела, он был духовным для всех моих, тогда подопечных, моя страна была больше социальная. Ну, и самое главное, чем я учился, это сам терпение тех людей, которых ко мне Господь приводил. Потому что они тоже были отморозками. А как же женщина-экстрасенс, за которую молился тогда еще Валерий Бурков? Она получила воскресенье имя Иустина. Я говорю так, что она для меня больше, чем сестра. Она больше для меня, чем какая-нибудь женщина. Почему? А потому что мы с ней прошли эту всю духовную, всю жесточайшую брать. И она, и я, и до сих пор мы находимся с ней настолько сильно связаны, что она чувствует, если я слишком мало, она не помолилась за нее, она мне сразу звонит, скажет, и говорит, так, ты за меня сегодня не молился. Понял, прости. Впоследствии герой Советского Союза постригся с новым именем. Он наречен Киприаном в честь мученика, раскаявшегося колдуна, чьи чары в III веке не смогли одолеть веры христианки Иустинии. Почему женатый человек решил стать иноком и какие бои он принимает сейчас, смотрите в одном из следующих выпусков программы «Благовест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова